Всем привет-привет! Всем отличной пятницы! Приятных выходных, которые вас ожидают впереди! Хочу напомнить, что в разделе сообщества вы сможете прочитать анонс про Блиц-консультации. На прошлой неделе не было Блиц-консультации, но был анонс для тех, кто хотел приобрести спонсорские расклады по очень выгодной цене. И также я презентовала свои медитативные сказки. Не все, конечно же, поняли, о чем они и в чем их прелесть. Но, к сожалению, я не увидела вопросов, личных сообщений о том, что мне непонятно или не объяснить, зачем мне нужны ваши сказки. Такого я не увидела, но окей. Делаем определенные выводы для себя и идем дальше. Поэтому, кто ждал Блиц-консультации, в разделе сообщества, ссылка на него есть в описании под этим роликом. Переходите, смотрите, какие вопросы я буду рассматривать на этих Блиц-консультациях, на этой неделе. Мы с вами сделаем сегодня расклад, который давно не было. Я стараюсь его не делать очень часто. Это расклад в потоке. Я знаю, что многие его любят, особенно на Блиц-консультации, когда приходит, прям тема потока, она всегда интересна, всегда на нее большой-большой спрос бывает. Ну что, позиции вы видите перед собой. Надеюсь, определились. Тайм-коды есть в описании. А мы с вами приступим. Позиция номер один. Голубенький камешек. Так, видно-видно. Единички, смотрим ваш поток. О чем он нам скажет сегодня ваш поток. Пятерка мечей. Что-то такое достаточно не очень-то и приятное. Может быть, какой-то конфликт, какая-то ссора, либо речь пойдет о каком-то желании, которое вы хотите получить, добиться любой ценой. То есть здесь не совсем экологичный подход, я бы так сказала, к реализации какого-то своего желания. Либо наоборот, речь идет о какой-то конфликтной спортной ситуации, которую нужно разрулить, где это может напрямую вас даже и не касаться, но надо как-то примирить две конфликтующие стороны. Либо, опять же-таки, это может не касаться внешнего мира, а вашего внутреннего состояния. Давайте будем разбираться более подробно, о чем нам здесь говорит Пятерка мечей. Пятерка мечей говорит о какой-то сложной ситуации, связанной, скорее всего, с профессиональной сферой. Либо это касается бытовой вашей жизни, в которой идут перемены. Либо вы думаете о том, как бы эти перемены создать, как бы эти перемены совершить. Потому что ощущение того, что старое уже, оно как будто бы отжило себя, я уже не совсем понимаю, что и как. Мне уже это неинтересно, не нужно. Но есть предвкушение чего-то нового. Но это новое пока еще, мне кажется, что не входит. Еще о чем нам говорит Пятерка мечей, она как раз говорит о каких-то переменах. Либо это какое-то цикличное ваше состояние, которое периодически всплывает и требует какого-то разрешения. Либо здесь, знаете, вот энергия какая-то такая марсианская, которая не может найти выход, выйти в какое-то созидательное русло. Либо здесь действительно касается каких-то перемен. То есть, выполнено сразу две дойки кубков. То есть, есть желание чего-то нового. Чего вы тут новое хотите? Что здесь новое должно прийти? Чего вы хотите? Но вы пока еще сами не знаете. Но однозначно вы хотите, чтобы эти перемены, они были с любовью, они были благие, они были экологичные, они были позитивные. То есть, то, что бы наполняло вас. Но пока что вы хотите конкретно, вы еще сами не знаете. Вы еще сами не знаете, стоите на выборе. Причем достаточно долгое время здесь выбираете, определяетесь. Да, выбор как-то он идет из прошлого. Здесь вообще человек хочет что-то, если не всю свою жизнь изменить, начать как-то по-новому. Здесь еще может быть такое, знаете, чувство, когда хочу сбросить с себя абсолютно все, какие-то обязательства. И вот все оставить позади и начать как будто бы жить с чистого листа. То есть, вот как если бы вам было заново, я не знаю, 20 лет, и вы, имея уже опыт вашего нынешнего возраста, смогли бы начать жить сначала. Безусловно, вы бы совершили какой-то другой выбор. Вы бы выбрали для себя иной путь. Вот здесь такая энергия, как будто бы хочу из себя сбросить груз. Здесь нет грусти об этом прошлом. Просто хочется вот как-то все оставить, знаете, и вот, я не знаю, куда-нибудь уехать. Все оставить и начать где-то в другом месте. Вот здесь такая энергия. Но вы, к сожалению, пока для себя еще не определились, чего вы по-настоящему хотите. А что думаете, о чем думаете, что вы тут ищете? Ну, вы ищете способ для себя, как быть счастливым, да, как быть счастливым, как быть наполненным, как быть удачным, удачливым. Здесь есть у вас три борьба каких-то, как они называются, терка ваших внутренних каких-то убеждений. То есть есть рассогласование, да, то есть одни убеждения говорят о одном, другие говорят о другом. Они не обязательно противоположные, да, но они как-то вот нету какого-то согласия внутри, да, есть какие-то противоречия. Да, вы как будто бы не можете выбрать. И выбрать, вроде бы, меня и так все это устраивает, а с другой стороны, нет, не устраивает. Я хочу что-то другое, ну и на что-то другое надо, допустим, что-то делать, а я не хочу делать. То есть вот здесь вот какое-то такое разногласие внутри вас. Аркан выбора тоже говорит о влюбленной. Вообще в идеале, да, я не хочу совершать никакой выбор, а что хочу? Да просто хочу двигаться. Каким образом вы хотите тут двигаться? Аркан колесницы. Просто совершая движение. Здесь, знаете, здесь может быть еще такое ощущение, что вы хотите научиться жить просто в потоке. Без какого-то планирования. То есть вот как идет, так и идет. Это может касаться и профессиональной сферы. То есть я не хочу строить какие-то планы для себя, да, не хочу ничего достигать. Я просто хочу делать какое-то дело, которое вот мне приносило бы удовольствия. Без каких-то задумок о том, как его развивать, как приумножать. Просто хочу жить с миром вот в жизни, да, в сердце, с любовью, с миром. И при этом быть вот в каком-то таком потоке. Здесь что-то новое вы хотите для себя создать. Да, долгое время вы здесь как-то не развиваетесь, единички. Неоднократно про это говорю. Потому что, ну вот здесь нужно разрушить вот этот вот лабиритт и свое эго. Свое эго для того, чтобы двигаться дальше. А что конкретно-то надо разрушить? Ощущение того, что вам нужна какая-то прямолинейность. Да, вот признаться себе в чем-то. В чем вы должны себе здесь признаться? Что вы очень сильно цените эмоциональный комфорт. И из-за этого, ну здесь еще плюс ко всему какая-то лень присутствует. Да, есть нежелание. Есть лень, ничего не хочу. Вроде бы хочу и одновременно не хочу. И вот с этим у вас. То есть весь расклад вот это нам показывает. Да, и вот этот вот внутренний конфликт, он уже вас самих достал по пятерке мечей. Здесь возвращаясь к первому нашему аркану. Так что вам делать? Да, что вам делать? И чего нам здесь это показали? Ну поставить точку. Видите, десятка мечей. Говорит о том, что нужно поставить точку, примириться. Примириться здесь с самим собой. Надо успокоиться. Вот десятка сосудов на краске говорит о том, что человек нашел связь со своим высшим я. То есть он успокоился. Здесь идет вот этот праздник. Счастье, радость от того, что я наконец-таки принял себя. Прошел какой-то процесс обновления, исцеления и я принял себя. То есть здесь по сути надо принять себя. Не надо здесь себя как-то изменять, не надо себе что-то доказывать, а просто принять и успокоиться. Здесь высокий уровень тревожности идет. Вы беспокоитесь, я не знаю, то ли не достигаете чего-то, беспокоитесь. Достигаете, опять беспокоитесь. То есть вот все время что-то вас не удовлетворяет. И поэтому здесь говорится о том, что успокойтесь уже. Да, Верховная Живица, видите. Успокойтесь. Словите в себе вот эту вот тишину, гармонию. Никуда не торопитесь. Живите вот именно так, как вы хотите. Здесь вот это ощущение того, что вы хотите жить в потоке, оно верное. Здесь что-то новое должно открыться в вашей жизни, какая-то завеса. Потому что желание, которое у вас появляется, того, что я хочу быть просто счастливым. Причем, знаете, даже это не имеет никакого отношения, я не знаю, к той деятельности, которой вы занимаетесь, либо к финансам. Я просто хочу быть счастливым. Вот утром просыпаться и быть счастливым. Пускай это будет без причины какой-то, но вот это вот ощущение, я хочу быть счастливым. И я его заслуживаю. И счастье, оно зависит от того, как вы реагируете на те или иные вещи. Вот здесь вот какая-то тайна вам должна открыться. Какая-то завеса должна спасть ваших глаз, да, и бессознательно оно должно вам что-то дать, какую-то информацию новую. по поводу, видите, тройки мечей, да, то есть информация по поводу того, почему вы страдаете. Вот как раз здесь это и нужно принять, что, возможно, ранее вы выбирали как-то все эти страдания, страдания, переживания. И здесь вот нужно новый путь выбрать, да. Четверка мечей тоже говорит о том, что нужно поставить точку, да, завершить. Окончание здесь должно случиться. для чего, для чего? Для того, чтобы вы как-то, знаете, раскрепостились, что ли, нашли в себе... И, возможно, здесь есть оковы каких-то, не знаю, правил, убеждений. Здесь какой-то новый образ жизни надо выбрать, который вам не знаком. Не знаком в контексте того, что у вас нет опыта. Возможно, в теории у вас сейчас появляется, да, вот это вот не случайно я сказала, да, про потоковость. Это что-то новое, недавно появившееся в вашей жизни. Здесь ощущение того, что он как-то в согласии, согласие, согласие с миром. Здесь открылась для вас какая-то новая теория философского порядка, да, в контексте восприятия мира. И она влияет на вас. И вы хотите здесь для себя выбрать какую-то такую модель поведения, которая бы удовлетворяла вас. И с другой стороны, вот вы здесь через эту модель поведения как-то выросли в своем сознании. Ну, можно сказать, даже и духовно, да, вот. Вот сделали, совершили какой-то шаг, один шаг в своем развитии. И здесь есть какая-то связь с тонким планом, да, у каждого она своя. И вот эта вот связь, это как раз то, что повлияло, да, верховные жрицы, то, что повлияло на ваше мировоззрение. Вы как будто бы сменили позицию стройки мечей и у королевы кубков вот этой вот мягкости, гибкости, покладистости, тревожности, беспокойства, сочувствие, сопереживание. Вот не в совсем позитивном ключе здесь идут эти эмоции. Вы их сменили на что-то позитивное, потому что здесь такое чувство, что вы как будто осознали, причем так интересно, вот почти всю свою жизнь, да, вы жили так по какому-то одному сценарию, а потом вы, и вы в него верили, а потом как будто бы сменили какую-то парадигму, сменили парадигму вот этого страдания на то, что, а я могу быть счастливым, да, то есть мне в принципе никто и не запрещал, да, почему я выбирала как будто бы вот этот вот путь страданий, зачем он мне нужен, да, почему я его выбирала, и что-то щелкнуло ваше в голове, и ну вот как будто бы надломилось, да, и пришло какое-то вот озарение, понимание, с одной стороны, это можно сказать каким-то духовным шагом вперед, да, в своей эволюции, а с другой стороны, это как естественный такой процесс развития, да, что вы поняли, а зачем мне страдать, я хочу быть счастливой, да, и причем я хочу быть счастливой именно сейчас, да, и на основе этого жить по-другому, то есть здесь поток, подытожу, да, потому что он уже завершился, здесь поток говорит о смене вашей парадигмы, то есть так интересно вот ощущение того, что вы всю жизнь как-то жили, там, не знаю, в каких-то гореваниях, слезах выражали вот эти вот свои эмоции, ну, не совсем позитивные ключи, для вас это казалось естественным, нормальным, а потом что-то вот произошло, и вы поняли, что, а можно вообще жить как-то по-другому, да, почему, то есть вы даже сами задаетесь вопросом, а почему я выбирала именно вот путь страдания, да, то есть с чего я решила вдруг, что нужно страдать, да, что нужно вот как-то в трудности, в каких-то переживаниях жить, вот почему, то есть, и вот если вас спросить, да, то наверняка у вас есть идеи и информация о том, что то, на чем вы сфокусированы, да, то вы и порождаете свою жизнь, но при этом вы это как-то не связывали с тем, что иногда вы как-то впадали в какое-то уныние, расстройство, вот, и, ну, то есть в этот момент у вас не было в голове вот этой связки, а потом как-будто бы эта связка появилась, и вы решили, а почему я должна держать фокус внимания, да, например, на чем-то таком негативном, а что будет, если я буду вот все время находиться в позитивном каком-то состоянии, таком приподнятом, это не обязательно быть радостным с утра до вечера, да, а просто приподнятом состоянии, что каждый раз, когда я буду встречать какую-то ситуацию, я буду осознанно на нее реагировать в позитивном ключе, то есть не рассматривать что-то негативное в том, что происходит, да, то есть не видеть в тайфуне, там, я не знаю, конец света, да, какой-то катаклизм, а видеть просто это очень сильный свежий ветер, да, то есть все зависит от точки вашего внимания, то есть что вы видите, то вы это притягиваете, и здесь как будто бы человек решил это испробовать на практике, причем в теории у вас было это понимание, да, у вас была эта парадигма, но по какой-то причине вы ее не использовали, либо использовали, но у вас не получалось, либо вы не совсем понимали, как ее можно использовать в реальной жизни, но здесь вот вы как будто бы созрели, мне показывается то, что вы как-то созрели духовно очень в этом направлении, это безусловно позиция, она такая достаточно философская, но она имеет свое отражение в реальной жизни, да, то есть в то, как вы будете, не знаю, реагировать на людей, как вы будете взаимодействовать, ну, допустим, вы знали, что, ну, хорошо быть добрым человеком, да, либо, ну, иметь какое-то человечное отношение, да, по отношению к другим, и в теории, может быть, вы читали книги об этом, да, вы знали, что каждый раз, когда встречаете какого-то нового человека, да, он является для вас неким таким, скажем, гонцом посыльным, и через него там разговаривает творец высшие силы, это было все в теории, а теперь вот как-то что-то случилось здесь мне показывает, что вы хотите попробовать это на практике, а действительно ли это, а что если я буду действовать именно вот то, что я знаю в теории, делать это на практике, здесь, здесь не просто любопытство и как эксперимент, нет, а здесь вы внутри как будто бы, не знаю, поняли, ощутили, что вы созрели для этого, то есть долгое время зрели, а теперь созрели, и для вас это вот как естественным образом станет, то есть здесь вам даже не надо будет прикладывать каких-то усилий, у вас это будет получаться, вам просто нужно на этом сфокусироваться, да, то есть переключить фокус внимания с вот этих двух карт на королеву Пендакли, да, что, а есть другой образ жизни, да, то, что я на данном этапе выбираю, и для меня это является ценностью, в соответствии с этим я буду жить, вот такая вот очень интересная позиция, но в этой позиции есть очень много внешних факторов, которые вас будут отвлекать, ну, безусловно, до тех пор, пока это не станет каким-то вашим автоматизмом, такое бывает всегда, да, пока не привыкнешь к какой-то такой новой модели, потому что все время что-то, что-то выбивает вас, но ранее вы, возможно, уже это пробовали, а потом как-то обросали, а сейчас это будет иметь какую-то перспективу, ну, то есть вы не бросите, по крайней мере, мне не показано здесь, что вы хотите бросить это, как-то так. так, двойки, смотрим вас, позиция номер два, что нам скажет поток о вас? луна, что-то здесь какая-то зависшая ситуация, темная, мрачная, не знаю, что-то у вас осенняя дра началась, что ли, какое-то здесь не очень приятное состояние, мутное, непонятное, ну-ка, давайте будем уточнять, о чем здесь Паш, о невозможности как-то двигаться, да, где-то уперлись в потолок, остановились в своем развитии, либо не получается реализовать какие-то свои идеи, либо не хватает информации, либо не хватает знаний, в общем, что-то здесь не получается, о чем, говорит императрица, появились какие-то страхи, сомнения, неуверенность в том, что как будто бы не получается двигаться с удовольствием, да. пропала, пропала куда-то лёгкость, пропала куда-то наша лёгкость, так видно, так видно, так хорошо, лёгкость пропала, а луна о чём говорит, чтобы понять, пятёрка сосудов, она говорит о какой-то конфликтной, да, здесь ситуации, что-то хочу, необходимость, есть какая-то необходимость прояснения, изменений, нужно принять какое-то решение, и здесь у человека неуверенность, то есть здесь какая-то ситуация такая, что столкнулись с какой-то, с каким-то, боже мой, как это по-русски, преградой, столкнулись с какой-то преградой, обо что-то споткнулись здесь, да, и не знаете, не знаете, как вам дальше действовать, но есть такая потребность, что для того, чтобы дальше действовать, во-первых, надо прояснить ситуацию, разобраться в ней, да, а во-вторых, вот какое-то обновление нужно, такое ощущение, знаете, как в электронных играх, в ней такой апгрейд в своих возможностях, навыках, умениях, а что-то здесь не развивается, о чем нам говорит дьявол, об удовольствии. Так, какая-то здесь такая ситуация, непонятная, непонятная, что у вас здесь в ситуации, не могу понять, как будто бы закрываетесь, от чего закрываетесь? От дьявола, девятки кубков, о чем говорит дьявол, не могу понять, ну, какая-то здесь запутанная, что у вас там происходит, не могу понять. Дьявол говорит о деньгах, изобилии. Как будто бы здесь человек не понимает, как можно жить в благости, с удовольствием, но по-старому не получается, а по-новому здесь как будто бы вы не знаете, как. Здесь как будто бы вам интуиция подсказывает, что что-то новое нужно сделать, но не подсказывает, что конкретно. Здесь какая-то такая ситуация описана. Здесь еще плюс ко всему, как будто бы не хватает недостаток энергии. Вот ваша вибрация здесь, дело в том, что, знаете, как есть какая-то цель, которой вы идете, да, но для этой цели вам необходима энергия. И вот вместо того, чтобы повышать свои какие-то вибрации, вы, столкнувшись с какой-то проверкой, да, с какой-то сложностью, ваши энергии, наоборот, упали к состоянию страха, непонимания. И на этих волнах вы не можете словить инсайт, вы не можете понять, куда вам нужно двигаться. Потому что то, что вы хотите, это вот как будто бы, знаете, за рамки, за рамках, за вне рамок, за пределами вашего видения ситуации на данный момент. Но для того, чтобы посмотреть, увидеть эту ситуацию под другим углом, вы должны выйти за эти рамки. А вам как будто бы сил не хватает, чтобы выйти за эти рамки. Здесь нужно поднимать энергию. А вы вместо того, чтобы ее поднимать, чем больше видите какую-то свою безысходность, тем больше вы впадаете в уныние. Здесь, наоборот, не нужно унывать. Здесь надо поднимать все выше и выше свои вибрации. Потому что то, что вы хотите, она не находится в зоне, там, где вы, не знаю, боитесь, переживаете, тоскуете. А это, вот, как это сказать? То, что вы хотите, находится за пределами ваших возможностей. Вам нужно приложить усилия. То есть, вам, знаете, как некий такой трамплин нужно, чтобы вы до туда дотянулись. И вот этим вот трамплином является ваша энергия. Ваша энергия, ваши вибрации. Их поднимать нужно через радость, через наполненность, через удовольствие, через позитив, доброту, через благодетели. То есть, надо над собой работать в позитивном ключе. А вы, наоборот, почему-то здесь как-то упали. А почему здесь упали ваши энергии? А потому что здесь, знаете, здесь вам был дан такой, как это сказать, некий такой пробничек, да, того слияния вас с высшим Я, да. То есть, вам как будто бы дали попробовать, каково это, жить в счастье, в наполненности, да. А потом сказали, а теперь самостоятельно. То есть, мы тебе дали какую-то пилюлю, ты попробовала, ощутила. Знаете, как некий такой экстаз. Не знаю, как какие-нибудь психотропные, там, лекарства. Не знаю, может, какие-нибудь грибы, айваска. Попробовали, да, столкнулись вот в своем слиянии с высшим Я, ощутили вот это, вот этот кайф блаженства, что как можно жить на самом деле. И вы этого хотите повторить. А повторить самостоятельно не получается. То есть, нету второй пилюли, нету второй таблетки. Надо работать над своими энергиями. И вот вы, знаете, как это, показали рай и сказали, что он существует. И вы, а я хочу попасть. Вам говорят, а туда попасть вот такой, какая ты есть сейчас, либо такой, какой ты есть сейчас, невозможно. Надо измениться, надо снять себя, вот эту вот грязную одежду, да, искупаться, очиститься, как говорится. И только тогда, да, с чистыми руками, в чистой одежде, в опрятности и аккуратности сможете войти. Да, вот такая вот метафора. А вы смотрите, а воды-то нету, постирать не в чем, искупаться-то негде. А как я приведу себя в порядок? И вот вы не знаете. Не начинаете как-то кипишить и волноваться. А здесь вам говорится, не надо волноваться. Ты успокойся, и вдруг неожиданно ты увидишь на своем пути этот оазис, куда ты можешь зайти и привести себя в порядок. То есть здесь волноваться нельзя, здесь переживать нельзя. Это не нужно, это не приводит ни к чему. Что вам здесь нужно сделать? Двойка сосудов. Двойка сосудов говорит о том, что вам нужно, во-первых, выйти из зоны своей привычной обыденности, да. А с другой стороны, двойка сосудов говорит о новом каком-то этапе в вашей жизни, когда вы ищете ответы на вопросы. Вот в данном случае вот этот вот вопрос, а как мне прийти туда, куда я хочу? То есть я знаю, что я могу, я видел, да, какие эти возможности, например, там, сверхспособности у людей, и я тоже хочу. Я знаю, что мне это доступно, но как, я не знаю. И это вот какой-то ваш новый этап, да, аркан мира. Это новый этап, это будет следующий этап вашего развития, как к вам прийти, но уже прийти самим. То есть до этого, возможно, вышли с проводником, вам показал проводник, а потом вас вставил и говорит, а теперь сам ищи, вырабатывай навыки сам в себе, понимай свои вибрации, пробуй что-то, пробуй что-то делай для того, чтобы, ну, то есть перебирай ногами для того, чтобы прийти туда, куда ты хочешь. То есть вам показали, на что вы способны, а теперь вам нужно самостоятельно утвердиться вот в этих способностях, не просто их раскрыть в себе, а еще и утвердиться. Вот в этом ваш новый этап, ваш новый урок. Что вам нужно знать? Что вы сейчас строите новый фундамент, да? Новый фундамент своего будущего. Какое-то вот будущее. Видите, я говорила про очищение, да? И здесь мы видим, да, вот этот вот чан, мужчина, и голубь у него в голове. Некий такой инсайт словил человек, да, понял, как, как. Как мне дальше быть, что я хочу иметь? Способ пока не понятен, но конечная точка B уже видна. Что вам нужно знать? Что вы можете, да, вам показали, куда вам нужно идти. И вы теперь должны будете находиться вот в этих энергиях четверки жезлов, позитива. Долгое время, даже не долгое время, а научиться находиться вот в этой, вот в этих вибрациях, взаимодействовать с абсолютно разными людьми. И здесь важно поддерживать себя вот в этой чистоте, не впадать. Здесь такой интересный у вас урок. У вас будут провокации по дьяволу, да, в контексте грубой вот этой вот материи. И вас все время будет как будто бы выбивать, да, вас будут провоцировать, там, я не знаю, на какие-то конфликты, на какие-то трудности, сложности, недостаток денег, конфликты на работе, там, неудовлетворенность в личной жизни. Вот такие какие-то моменты все время вас провоцируют. Для того, чтобы у вас выработалась вот эта вот устойчивая энергия, устойчивая по четверке жезлов, позитивная энергия реакции на все. То есть вы словили какой-то инсайд, а теперь вы должны это на практике подтвердить. Вы должны показать, что да, вы это поняли, вы должны сделать это опытом. И вот этот вот ваш опыт, да, вам какой-то путь здесь открылся, какие-то двери открылись. Этот путь он не будет легким, потому что у вас на пути стоит дьявол, дьявол в виде материи, в виде твердой материи, да, то есть только вы себя поведете в порядок, да, вроде бы чувствуете в гармонии, в балансе. То есть вышли на улицу, гоп, и что-то произошло, столкнулись как-то с людьми, и они начали на вас проецировать свои какие-то истории, свои какие-то матрицы, и вы гоп, гоп, и опять скатились вниз. Значит, опять надо прикладывать усилия, поднимать свою энергию, да, понимать, что нет, не получилось, да, не прошла опять проверку. Здесь какой-то такой опыт. Здесь прокачивается, да, ваша интуиция, здесь работа с бессознательным, здесь вы все время должны быть в контакте со своим Высшим Я, все время, то есть вы не должны это забывать. Особенно, когда вы что-то делаете в материальном мире, в физическом мире. Вам и улететь в духовный не положено. А почему? Потому что вы спустились на землю-то для опыта земного. А с другой стороны, в земном вы не множите, потому что вас бросает в другую крайность, да, то есть слишком тяжелые такие низкие материи. И вам вот эти вот материи нужно освещать. Вот в этом будет и заключаться ваша работа. Это следующий этап вашего духовного развития. То есть сегодня поток мне показал вот ваше духовное какое-то развитие. С чего вам начать, да, вот как какая-нибудь подсказка, с чего вам начать? С того, что вы проживаете в моменте здесь и сейчас. Вам нужно себя дисциплинировать, да, дисциплинировать. В чем именно вы должны себя дисциплинировать в Тузе-Эпидакле? В том, что вам постоянно даются какие-то шансы. Вы должны их научиться замечать, и вы должны научиться ими управлять. То есть вы должны здесь для себя выработать свой свод правил и законов, как вы будете действовать дальше, как вы будете себя вести. Что приведет вас как раз-таки вот к вашей звезде, да, развитию вот этой вот вашей духовной жизни, такой вдохновляющей, очищенной. Первый шаг должен начаться именно с императора. Вы должны быть устойчивы, вы должны быть в том, что вы действительно хотите этот путь, чтобы вы выбрали вот эту возможность в своем развитии. Почему нам на это указывают? Почему нам на это указывают? Чтобы вы знали, да, вот эту вот истину, вам это нужно знать. Какой путь вам открыли здесь, показали. Есть ли вероятность того, что не все выберут этот путь? Потому что у меня есть какое-то такое ощущение. есть ли вероятность? Смотрите, вероятность есть, но здесь, опять же таки, если вы выберете не сейчас, вы выберете его позже. То есть это как будто бы, знаете, выбор без выбора. Это путь, который вам нужно будет пройти, потому что этот путь выбрала ваша душа. Но когда вы его пройдете? Пройдете сейчас, либо пройдете позже, и способ его прохождения, он, возможно, будет у каждого свой. Но пройти вы должны будете это обязательно. А иначе вы будете останавливаться в своем развитии. Вы не придете к этой девятке пендакля, которую вы хотите. Вы будете все время чувствовать какое-то неудовлетворение. То есть вам, с одной стороны, есть желание, которое вас куда-то ведет. А с другой стороны, если вы не выбираете этот путь, знаете, как человек, который неудовлетворенный, человек, который не может найти себе место. То есть я это пробую, это пробую, у меня ничего не получается. Почему? Потому что не идете по своему пути. А вот ваш путь в развитии, он именно вот такой. Он сложный. Он сложный, почему? Потому что здесь вот проверяется сила вашего духа, сила вашей воли, вашего желания, насколько вы утвердились в этом желании, что вы действительно хотите пойти в развитие. Потому что вот только вы идете вот в позитивном таком настроении, хорошем, вышли, там, я не знаю, привели себя в порядок, прихорашились, и вышли на улицу, а тут вдруг дождь, машина проехала, и вас облила грязью. И так хочется выргутаться, так хочется, я не знаю, разозлиться. А тут дьявол говорит, вот я тебя проверяю так. Насколько ты будешь реагировать именно вот в таком ключе. А как реагировать? С позитивом, да, в позитиве, что окей, это тоже нормально, но ничего страшного, пойду еще раз поменяюсь. Может быть, мне эта одежда была и не к лицу, поэтому вот как-то я испачкалась. А может быть, если бы я пришла раньше туда, куда я наметила, что-нибудь такое не очень хорошее было. Поэтому все, что не делается, все во благо. Как-то так перестроились, улыбнулись и пошли дальше. А если вы впадете в уныние, начнете издеваться, раздражаться, дьявол вот это вот включается в вас, проявляются темные аспекты, значит, вы опять-таки ушли, удалились со своего пути. И вас будут как... Не то чтобы, знаете, здесь не идет наказание, здесь идет причинно-следственная связь. Отошла от своего пути, по которому должна пойти. Чего-то вас там лишили, не дали. Почему? Ну, не заслужили, потому что нет, вот причинно-следственная связь сработала по-другому. Какая-то такая здесь позиция. Так, интересно, в последнее время, да, вот скажите, что это так, очень много каких-то духовных моментов. Я не знаю, что происходит. Напишите, либо вы меняетесь, либо я как-то так стала читать карты. Я не могу понять, да, что происходит. Почему так энергии сменились и появилось очень много духовности. Вообще, на самом деле, это хорошо, это здорово, но откуда это? Напишите мне, что у вас там происходит, кому откликаете. Так, и мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку троечки. О чем будет ваш поток? Тоже о духовном. Да нет, о земном. О чем? О земном. О земном. О каком-то исцелении, да. Человек погружается здесь внутрь себя, со страхами, да, со страхами работаем. Что здесь? Аркан сила, что это? У кого-то какие-то напряженные моменты, может быть, это как-то связано с работой. С чем связана пятерка? Как будто бы, знаете, вот если это связано как-то либо с деньгами, да, либо с работой, как будто бы нету радости, да, вот как-то на работе нету, ну ничего не радует. Как-то подуныли вы здесь, что-то трудно, сложно. Сложности появились? Не получается как-то. Да нет, не то что не получается, на новом пути, вы вошли уже в новый путь, но на этом пути что-то не так. В чем-то он вас разочаровывает, в чем именно здесь идут разочарования. Как будто бы что-то не удовлетворяет. Здесь какая-то такая ситуация, что вроде бы начинали с хорошим посылом, а что-то здесь не удовлетворяет, что-то огорчает очень сильно. Не знаю, может быть, у кого-то дети как-то, да, как-то огорчают, вот за них как-то, может быть, переживаете. Ну, например, в школу пошли, уже сразу какие-то, там, не знаю, трудности, сложности начались, да. Какие-то проблемы. С чем здесь связаны проблемы? Проблемы связаны как-то с страхом, я не мог понять. Что вы здесь опять испугались, тройки? Себя, да, себя. Что-то увидели? Стабильность, да. Себя испугались. Я поняла, здесь знаете как, здесь что-то связано с профессиональной, возможно, сферой, да, как-то начали себя проявлять, там, ну, какие-то новые начинания на работе, и начали очень активно себя, я не знаю, продвигать, о себе заявлять. Вот какая-то активность появилась, и вроде бы на первых порах было хорошо, а потом как-то вот что-то испугались. Ну, я не знаю, например, хотели повысить, там, я не знаю, свой чек на услуги, да, стала появляться клиентура, все идет хорошо, и стали приходить, допустим, большие какие-то суммы, вы как-то это испугались. Что, я не знаю, теперь надо как-то по-другому, да, либо неужели так будет постоянно, когда я буду отдыхать. То есть вот что-то вы здесь испугались в контексте стабильности, что теперь вот, например, я не знаю, стабильно будет хорошо, вот вы как-то этого напугались, то есть либо стабильно, не знаю, буду ездить куда-то в командировке, и как это? Ну, то есть человек как будто бы испугался самого себя, вот вы сами себя испугались. Какие-то, может быть, какие-то внешние еще факторы здесь есть. Что здесь за внешние факторы, которые вы испугались? Ну, того пути, куда вы пошли. То есть, знаете, вот вроде бы вышли на свой путь, все хорошо, а потом как-то испугались. А потом испугались. Начали как-то представлять, что вдруг это будет, не знаю, вдруг это опять будет, как было в прошлом, да, либо что-то там такое вернется. Кто-то испугался, что вот на новом месте могу показаться как-то, я не знаю, глупым, непрофессиональным. А вдруг что-то изменится? А вдруг здесь что-то нужно разрушить? Вот здесь просто испуг, здесь страх. У каждого он может быть свой, в зависимости от той сферы, в которой здесь этот испуг есть. Потому что я не могу посмотреть, в какой сфере здесь. Не показывает, показывает только какие-то начинания. Хорошо, что вам нужно делать? Аркан смерти не бояться. Не бояться, да. Прямо, знаете, такое ощущение, что вот как будто вам наглости какой-то не хватает, в хорошем смысле слова, да, то есть вот какой-то уверенности, напористости. Не бойтесь, идите вперед. Чего вы здесь дрейфуете? Смотрите, обращайте внимание на подсказки, которые вам даются. Помощь свыше у вас есть. Идите, не останавливайтесь. У вас вот такое ощущение, что у вас в прошлом был какой-то такой опыт, да. То есть вы как-то, знаете, начали активничать, увидели результаты, потом как-то испугались, гопс, хлопнулись. Не надо так делать. Вы все правильно делаете. Не бойтесь двигать. Здесь все говорит о том, что идите вперед, двигайтесь вперед. Идите к переменам. Да, в развитии. Смотрите, идите к переменам, развитиям. Вы все правильно делаете. Да, может быть, где-то присутствует какая-то неуверенность, но знаний у вас предостаточно. Может быть, вот на этом новом пути еще нет опыта. И это понятно, это ясно. Но вы его приобретете. Будьте более уверены. Смотрите, у вас всего выпадает позитивная карта. Чего вы здесь дрейфуете? Не останавливайтесь. Тужезлов, не теряйте шанса. Не теряйте шанса возможности познать еще и себя. Смотрите, не надо разочаровываться. В чем вы тут разочаровываетесь? Ну, опять занимаетесь какой-то фигней в своей голове. Как-то себя в чем-то обманываете. Вы как будто бы, знаете, деньги пошли, либо что-то стало удаваться, получаться. Вы боитесь, что это ваша иллюзия, что вы занимаетесь самообманом. Что вы не туда идете. На самом деле вы идете туда. Но вот как-то, я не знаю, странно здесь. Видите результаты и сомневаетесь, да, что а вдруг это я сам себе напридумал. А вдруг это не так на самом деле. Здесь как-то так. Какой я возьму колоду, помешаю, то, что у меня закончилось, закончились карты здесь. Откуда у вас этот страх? Десятка пентаклей. Здесь, смотрите, здесь либо страх денег, либо это страх из семи какой-то идет у вас здесь. страх из семи, что, я не знаю, выбивает вас это из каких-то ваших состояний, к которым вы привыкли. Здесь велика вероятность, просто нужно больше работать, больше как-то действовать. Но я не думаю, что вы здесь боитесь работы. Вы испугались как-то. такое ощущение, что какой-то поток у вас открылся, не знаю, финансовый, к примеру, и вы вот этого наплыва испугались. Это, знаете, одно дело, когда идет, допустим, один человек по площади, либо два, а другое дело, когда идет толпа и она начинает бежать на вас. И вот это страх того, что они меня сейчас затопчут, то есть я боюсь. Вот какая-то нахлынувшая волна здесь идет, а вы испугались. А для чего эта волна здесь? Она вам дана, потому что здесь как будто бы вы этого просили, да, то есть вы за это сражались, вы за это боролись, как-то вот соединить два мира, духовный и материальный. Здесь так интересно, вы как будто бы что-то делали, да, я не знаю, какие-нибудь практики, может быть, да, либо что-то читали, изучали, и вот к вам вы словили какой-то инсайт, и на основе этого инсайта начали делать, и оно сработало. это как, не знаю, прочитали где-то, да, очень важно правильное намерение, и вот вы создали правильное намерение, оно гоп, сработало, попробовали второй раз, сработало, попробовали третий, сработало, вы так гоп, испугались, неужели теперь будет все время срабатывать, а что будет? Это вот как говорится о том, что в тонкой материи, да, на тонком плане очень важно контролировать свои мысли в контексте того, что ты о чем-то подумал, там времени нету, и это сразу реализуется. И хорошо, если ты подумал там о чем-то таком приятном, да, я не знаю, в хорошей погоде, хорошее настроение, это случилось. А если ты вдруг не сможешь себя сконтролировать, ты что-то увидишь и испугаешься, да, и вот этот страх, он преувеличится, он сразу появится, и тогда возникает такая мысль о том, что, а если я буду бояться, если я буду думать негативно на ключе, и вы получаете ответ, что, ну, ты думаешь, значит, сразу это с тобой будет случаться, и вы так, оп, сразу и испугались, не, не, мне не надо в этот астрал, в этот тонкий план, да, потому что, если я не умею контролировать свои мысли, то, что будет со мной, вот здесь, что такое, какой-то инсайт словили, у вас стало получаться, новое начало, и вы испугались, и вы испугались, и, причем, знаете, испугались перемену в своей жизни, испугались, что жизнь, как будто бы разделится на до и после, то есть, здесь не просто какой-то такой легкий страх, либо испуг, а здесь, что-то такое достаточно серьезное, там, я не знаю, загадали, например, себе переезд в другой город, да, либо предложение на очень классную такую работу, но в другом городе, и это сбылось, вы так, о, а теперь что делать, вроде бы и предложение такое манящее, но я, в принципе, и не планировала, я просто подумала о том, что хорошо было бы переехать, а то действительно надо менять свою жизнь, переезжать, и как, и что, и вы так захлопнулись, и, ну, вот здесь об этом идет поток, зачем вам эта информация нужна, чтобы вы обнулились, да, чтобы вы не чувствовали этого страха, вот по шуту, шут вообще не чувствует никакого страха, он полностью уверен, он полностью находится в доверии, в потоке с высшими силами, и он не ощущает никакого страха, он полностью уверен в том, что он движется в правильном направлении, он просто перебирает ногами, у него нет этого страха, у него нет проекции своих собственных теневых каких-то аспектов на других людей, либо он не создает реальность, исходя из своих внутренних страхов, вы должны здесь успокоить, перестать себя как-то ранить своими собственными мыслями, определитесь уже, что вы хотите, выйдите из этого лабиринта, из луны, непонимания, да, Двойка Пендакли тоже говорит, найдите в себе баланс, здесь нужно как-то сбалансировать себя, успокоиться, послушать себя, послушать свою интуицию, ну, в принципе, так, что вам скажут интуицию, вы и так знаете, интуиция вам скажет о том, что нужно привести себя в порядок, в гармонию, в гармонию, в красоту, в состоянии изобильности, все нормально, не надо пугаться, что вам поможет, что вам поможет не пугаться, не тревожиться, тревожиться королева кубков, быть более пластичной, более гибкой, то есть не надо бояться, что вот если будут какие-то перемены, то они вот прям категоричные, допустим, если надо переехать, все, я никогда больше вернусь, не вернусь на старое место, что все, это точка, конец света, не надо так думать, можно более как-то вот мягко, гибко относиться к ситуации, сказать окей, я попробую, то есть я не буду, допустим, сразу переезжать, я поеду там недельку, на две поживу, посмотрю, адаптируюсь, нравится, хорошо, не нравится, вернусь обратно, то есть всегда можно переиграть свое решение, то есть не надо загадывать наперед, причем, знаете, с такой уверенностью, что вот все, больше никогда, то есть вот эта вот точка, и больше никогда ничего не будет, нет, вы можете эту точку превратить либо многоточие, либо запятую, либо восклицательный знак, то есть вариантов много, почему-то вы сразу пугаетесь, откуда у вас этот страх? Ну, от того, что вы требуете от себя все время быть в позиции победителя, да, я хочу быть победителем, я хочу, чтобы меня ценили, уважали, чтобы со мной считались, но это не значит, смотри, здесь немножко искаженное какое-то такое понятие, это не значит, что если вы что-то новое начинаете, возможно, в чем-то ошибетесь, и окей, это классно, это здорово, то есть, с чего вы решили, что с вами не будет считаться, что вас не будет уважать, окей, это может быть просто даже не ошибка, а один из вариантов того, что что-то вы сделали не так, вы же должны как-то научиться, здесь слишком требовательны к себе, при том, при всем, что вы очень долго ждали этого шанса, этой возможности, да, а сейчас получили и испугались, как-то так, как-то так, пишите свою обратную связь, потому что три позиции, они абсолютно разные, может показаться, что как-то вот все переплетается, но сегодня вот поток, он какой-то такой, не знаю, не могу его объяснить, и не хочу набрасывать на его ярлыки, вот вы скажете, да, как вам, насколько откликается, не откликается, я не могу понять сейчас, у меня нету понимания, это ваша жизнь, вам легче примерить на себя, и сказать, что да, это так, либо нет, это не так, вот, но последние расклады, они все меня удивляют, вот, и вот сегодня меня удивили двойки, вторая позиция, все, прощаюсь с вами, напоминаю о блесконсультациях, ссылка на сообщество есть под этим видео, нажимайте, в последнем анонсе будет информация о том, как записаться на блесконсультации, какие вопросы я буду рассматривать в эти выходные, все, всех обнимаю, всем отличных выходных, пока-пока!